Знаете, я давно не играл в Skyrim, но когда узнал, что в этом году выходит 17-е переиздание игры под названием Legendary Ultimate Final Cut 4K Edition, то подумал, а может игру стоит перепройти? В свое время она мне не особо понравилась, но может сейчас зайдет получше, так что вперед! Нет, мне не зашло. И давайте поговорим об этом. Но сперва я бы хотел вам рассказать о конкурсе, который проводит европейский магазин игр Instant Gaming. Они недавно на рынке СНГ, но вы можете не беспокоиться, у них на данный момент уже больше 500 тысяч отзывов на Trustpilot и круглосуточная поддержка. Переходите по моей ссылке и выберите любую игру, которая вам по душе, например Cyberpunk, и нажмите участвовать. Условия конкурса очень простые. Нужно зайти на сайт, переходя по моей ссылке и зарегистрироваться. Это не особо сложно и занимает несколько минут. Об итогах конкурса вас будут уведомлять по электронной почте, которую вы указали в начале, так что можно просто попытать свою удачу. Опять же, все найдете в описании. Так, вы спросите, что не так со Скайримом? Если она плохая, то как она могла добиться такого успеха? И нет, игра далеко не ужасная. Если так посмотреть, то мне нравится отыгрыш роли, который предлагает игра. Я очень люблю играть за скрытого лучника, прям кайф. Визуальный дизайн хороший, музыка просто-напросто невероятная. И Ambient, который создали саунд-дизайнеры, без преувеличения потрясающий. Например, я часто пишу сценарии для роликов, слушая Ambient из разных произведений. И больше всего я слушаю музыку из Властелина колец, Ведьмака, Ассасина и Скайрима. Не, ну реально атмосферно. Также в игре много лора. Плюс, конечно, есть моды. Так что игра еще и платформа для полного полета твоей фантазии. Ты буквально можешь делать в этом мире все, что хочешь. Это очень сильная концепция, которую разрабы особо даже не задумывали. Но она выстрелила, потому что многие мечтали о такой песочнице годами. Вот честно, если бы мне в детстве дали эту игру со словами, чувак, вот тебе мир полный возможностей, устанавливай столько модов, сколько хочешь, воплотив в реальности все свои фантазии. То я бы только в эту игру играл. Поэтому Скайрим до сих пор пользуется популярностью. Потому что в ней можно провести сотни часов, создавая свой уникальный фантазийный уголок. Плюс, некоторые создают невероятно прекрасные вещи. Как, например, чуваки из Германии, которые сделали полноценную игру из ассетов Скайрима под названием Эндералл. Это настолько качественная RPG игра, что я до сих пор в шоке от этого. И уже год с лишним пою о до этой игре. Ну и раз столько хорошего в Скайриме, то как она может мне не нравиться? В чем проблема? Кто бы что ни говорил, но в RPG квесты это важнейшая вещь. Нет ничего более значимого. Потому что мы люди, и мы любим, когда нам рассказывают красивые и интересные истории. Нам с самого детства это нравится. С возрастом вкусы меняются. Хочется больше, чем просто сказки. А некоторые даже берсерка читают. Доходят до 13-го тома и получают психологическую травму. Но суть в том, что истории, которые мы рассказываем друг другу, это важная часть нашей жизни и человеческой культуры. И в играх это не менее важная вещь. И плевать, что говорит один старый дед, который застрял в 80-х. В конце концов, за всем этим кодом важно, какие мысли игра пытается донести. И пожалуй, обсудим всю сюжетную линию Скайрима. Первый квест не самый плохой. Мы бежим из Хельгена. Эпик, скрипты и тому подобное. Кстати, это лучший квест в этой игре. Второй квест. Тебе надо добраться отсюда до сюда. Ходишь, ходишь, говоришь с людьми. Ходишь, ходишь, говоришь с людьми. Очень интересно. Третий квест это данж, где надо найти какую-то вещь. И я сделаю отступление. Давайте так. В зависимости от человека и его предпочтений, может меняться само восприятие некоторых игровых вещей. Например, я человек, которому быстро все надоедает. Поэтому я не могу играть в ММО. Мне физически сложно гриндить. Поэтому, собственно, в последнее время нет желания трогать ААА игры на 100 часов. Ибо там очень много гриндволов. И от меня в такие моменты уходит желание играть. Я как будто на скучном уроке, который преподает женщина с монотонным голосом, от которого хочется спать. И ты правда засыпаешь. А потом она тебя будет. Говорит, что если еще раз повторится, то она тебя заснимет и выложит на ютюбе. Ну, короче, вы поняли. Со мной такого не было. Не ищите записи. Что касается серии ТЭС, то тут парадокс. Вроде тут Говард говорит следующее. Это игра наподобие «Спускайся в подземелье и убивай монстров». Но на самом деле, данжам в этой серии всегда уделяли мало внимания. Хоть это и 80% контента этих игр, в обливине всего один человек их делал. В Скайриме их было чуть больше. Но все равно недостаточно. Подземелье основной контент игры. А они вместо разнообразных подземелий сделали буквально пару прототипов данжей. Которые состоят из нескольких блоков, как Лего. Немножко похоже на Лего, да? Это курганы, двемерские руины, обычные пещеры и фалмерские руины. Потом из этих Лего блоков, которые соединили по-разному, сделали сотни одинаковых, бесконечно унылых и неинтересных уровней. По крайней мере, я их так воспринимаю. Ведь я человек, который любит разнообразие. Поэтому окей. Я выполнил квест, где нужно было исследовать курган. Потом еще один квест. Потом еще один квест. И вроде я еще держался. Но когда меня отправили в курган в пятый, в шестой, в седьмой раз, то-то уже было не особо приятно. И усугубляется это тем, что в игре автолевелинг. Бич многих игр, который убивает прокачку. Ведь чем больше ты качаешься, тем хуже ты для себя делаешь. Ибо враги качаются с тобой. Так что начало игры всегда проще, чем то, что в конце. Дебилизм ли это? Да, конечно. Но дело не только в этом. Это убивает жизнь в этом мире. Вот вы смотрите на этот мир. И видите красивую картинку и много возможностей. Но я вижу тут просто кусок кода. Искусственность. Именно из-за автолевелинга. Помните, что говорили разрабы? Возможность пойти куда угодно и делать что угодно. Самому контролировать свой игровой процесс. Это полная чушь. Потому что мир полностью подстраивается под тебя. То есть у тебя выбор. Пойти вправо или пойти влево. Так вот, куда бы ты ни пошел, ты встретишь одни и те же вещи. Потому что игра крутит мир вокруг твоего уровня. Когда ты заходишь в подземелье, игра сразу понимает, насколько ты прокачан. И автоматически меняет все на уровне. Типы врагов, лут в сундуках и даже монеты в урнах. Тут нет какой-то уникальности, какой-то ручной работы. Ничего. Так что фраза, иди куда хочешь и делай что хочешь, вводит тебя в заблуждение. Оно скорее должно звучать так. Иди куда хочешь, в пределах карты конечно, и делай то же самое, что ты бы делал в другой локации. Но пожалуй это не так эпично звучит, хоть и правда. В общем, вы поняли мое отношение к данжам. Тут прям плохо. Поэтому возвращаемся к сюжету. Этот квест с данжем и следующее задание с драконом, на удивление, не самые плохие. Но это только потому, что их показали еще на Е3. Так что поэтому и старались. Просто не могу поверить. Ты давакин. Спасибо, я так и знал, что я избранный. После этого ты идешь к высокому Хротгару. Нет, это не шутка. Это квест в игре. Подняться на вершину горы. И сейчас поднимемся. Только не говорите, что вам скучно. Тут вот горные троси, мне кажется весело. Скайрим. Скайрим. Так вот, кто подумал, что-то будет интересно, покажите мне этого человека. Дальше опять задание в Кургане, а в следующем квесте мы еще раз убиваем дракона. Да, я это уже знаю. Как бы я даже по ступенькам поднимался, кричать умею, почему мне показывают одно и то же. Можно уже приступить к реальному сюжету. Дальше мы проникаем в посольство каких-то эльфов. У меня даже помощник. Кстати, хоть ты и можешь выбрать стиль прохождения, эта игра не особо учитывается. Более того, в игре нет никакого выбора в сюжетных квестах. А если где-то что-то есть, это буквально ни на что не влияет. В игре даже нет нескольких концовок. Скайрим это линейное РПГ, как бы странно это ни звучало. Ну и после этого квеста в посольстве, начинается настоящий Скайрим. Я, короче, в канализации пытаюсь найти чувака, который нужен по сюжету. Но думаю, дальше сюжет разгонится, прям я ощущаю этого. Мы проходим пещеру и находим стену Алдуина, из которой узнаем невероятную вещь, что главного злодея дракона можно убить криком. Хотя, стоп, что? Разве мы этого не знали? Прошло почти две трети игры, и мы только что узнали, что драконов можно убить при помощи крика. Хотя каждый бомж в игре это знает. Есть только один способ проверить. Попробуй крикнуть. Сказания говорят, что только драконы рожденные могут кричать без предварительного обучения. Скайрим. 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 Это следующий квест, я поднимаюсь еще больше в гору, чтобы найти дракона, и он скажет мне важную вещь. Да, я был в чест-клубе. В следующем квесте мы 40 минут бегаем по руинам двемеров, и находим знаменитый древний свиток. И потом смотрим, как в прошлом победили главного злодея. Мы учим все нужные крики из прошлого, сидим за столом и обсуждаем дальнейшие действия со всеми. Мы должны поймать дракона, что звучит эпично, но на самом деле это самая обычная драка с драконом. После чего 40 минут мы бегаем опять по кургану, находим портал в другое измерение, где прячется главный злодей. И он, Алдуин, пожиратель миров, создатель цивилизации драконов, предвестник апокалипсиса, существо, которое путешествовало во времени, монстр, который... А мы уже убили его, да? Скайром. Знаете, раньше сюжеты в играх были простыми. Про избранного, который убивает злого злодея. И в Морвинде беседка сильно высмеивали это. Главный герой пришел на остров Варденфелл и говорил местным, «Чуваки, у вас тут Дага Тур творит фигню, он болезнь распространяет корпус, а у вас даже вакцины нет. Типа, дебилы, вы все умрете, сделайте что-нибудь». И ему отвечали, «Чувак-чувак, успокойся, тут Азура нам рассказала, что придет избранный и нас спасет. Так что все будет нормально». Еще они добавляли слово «Нвах». Они, короче, там были расистами, но не суть. И герою приходится имитировать избранность. Хотя до этого таких избранных было очень много. Но и это довольно смешно и свежо смотрелось. А Скайрим — это игра, где ты избранный и убиваешь злого злодея. И другие квесты не лучше. Все сюжетки гильдий проходятся за 3-4 часа каждая. Это невероятно мало. И в 90% из них ты просто идешь в однообразных подземельях, где еще и автолевелинг. В том же Морвинде было 500 не самых плохих квестов. В Обливине их в два раза меньше, но они куда интереснее. А в Скайриме их где-то 270, они очень короткие и неинтересные в плане сюжета. Что-то запоминающееся ты находишь крайне редко. Поэтому, насколько бы я не любил атмосферу, визуал и так далее, в итоге я все равно скажу, что Скайрим мне не нравится. Мне просто не может понравиться игра, где такая ужаснейшая история. Поиграйте в Эндералл и сразу поймете, как игра на том же движке с теми же механиками может быть в десятки раз лучше, чем Скайрим. Я не буду отрицать влияние игры на игровую индустрию. Этот компас куда только не вставляли. Ведьмак 3 не был бы такой игрой без Скайрима, как и Kingdom Come Deliverance. Но Скайрим без модов на данный момент мало что может предложить. Поэтому беседка продает новое издание почти за фулл прайс, где основная фишка это моды. А на сегодня у меня все. Поддержите лайком и подпиской, если понравилось. Но если вдруг задел ваши чувства, то ничего. Например, вам может нравиться репетативность. Многие же играют в дальнобойщика. Просто Скайрим никогда не была моей игрой. Хоть некоторые ее аспекты по типу музыки я люблю. И кстати, из-за такой незаслуженной популярности Скайрима, Т6 так до сих пор и не вышла. Зачем выпускать новую игру, если можно продать 20 переизданий Скайрима? Если вы хотите, чтобы мы прекратили выпускать переиздания Скайрим, прекратите их покупать. Так и сделаю тот, не переживай. Субтитры сделал DimaTorzok